Итак, снова здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем играть в такую замечательную игру, как The Lost Crone. В прошлой серии мы остановились на том, в общем, то, что мы пришли в башню после того, как решили загадку с какими-то странными письменами, и, в общем-то, теперь нам, я так понимаю, нужно что-то делать в этой башне, может быть, что-то завести, потому что там какие-то странные приборы стояли, очень похоже на то, что туда надо залить топливо, и, как мне подсказывает память, это действительно так. Очень мне не нравится это место. Это не то ли то, что вот для органа? Да, похоже, она. Не нравится мне что-то эта дверь. Ну нахрен, а это что? И чё? Кто-то там за дверью, по-моему, да? А это что надо сделать? Подожди. Я не знаю. Ну нафиг, я не хочу эту дверь открывать, и, как бы, вообще никакого желания, потому что я сразу почему-то шурух вспомнила, хотя, в общем-то... А я думаю, понятно почему. Чё-то как-то не... А ну нафиг, а такие дела. Пойдёмте к органу. У нас как раз-то... Хэ... В общем, хрень есть, которая очень сильно напоминает вентиль. Я думаю, это можно так его называть. Эту штуку. Правда, там тоже не сильно весело, потому что там крысы дохлые лежат. Как-то это вообще плохо. Крыса же обычно убегает, если они даже не успели убежать, и подохли там, аж вдвоём. Это что-то значит, мне кажется, даже втроём, вон, целое семейство. Чё-то тебе ещё нужно-то, я не поняла. Господи, я Найджела перепугалась, я почему-то забыла, что мы от третьего лица играем. Смотрю, мы, как бы, вышел экран, смотрю, человек стоит, думаю, блин, кто-то к нам подошёл со спины. Всё, чё-то как-то. А чё надо-то? Может, с Нэнси поговорим? Подождите-ка. О! О, ну-ка, подожди. А чё, зачем? А чё тут опихнуть-то можно? А, сфоткать, да? Подожди, подожди, подожди. А вот... Подожди. Нет. Подожди, а как бы мышеловку. Не? Ладно, давайте сначала к Нэнси сходим, может быть, она нам что-то даст, я не знаю, какую-нибудь палочку мы туда ткнём. Правда, я не понимаю, зачем нам, а то мышеловку разряжать. So you found what you were looking for, yeah? Я всегда знал, что вы хотели. Может быть, вы можете помочь нам сейчас? Как могу я помочь? Пожалуйста, мистер. Я не хочу быть здесь forever. Не здесь. Реклама хорошая, но это холодно. И холодно. Я хочу домой. Я хочу видеть мой папа. Пожалуйста, помоги нам. Все изменилось, нанцей. Как это должно быть. Почему ты не пишешь нам new letters? Ты помнишь? Пите, а что нет? Я не верю их. Surely, потому что делать. Я не думал. Но�� не упомянула нас. Он не будет. Но он не упомянулся. Он не упомянулся нам. Я не могу. Он не упомянулся. Я не могу, нанцей. Я очень извиняюсь, нанцей. Все, я знаю! И думала, что его рукой. Я думаю что он оставил нас. И тебя где упомянулся. Я думаю. В этой храме. В этой храме. Это храме. Я знаю что-то. Тимми не знает. Я не знаю. Я не знаю. Я не хочу верить. Я не хочу верить это. Я ждал от моего папа, ты видишь? Время уйти к храму. Ты должен ждать с Тимми. Да, я могу сделать это. Он придет ко мне. Не скажи почему. Я понимаю. Он не знает, что мы встали. Он слишком молод, ты видишь? Вы очень умеете, Ленци. Что случилось? Мне тоже интересно. Они собрыны сорвались. И тогда что? Это был человек, в черном. Углый. Потом появился звук. Какой звук. Землялся. И мы смотрели на море. Ты падал? О, мистер. Я не хочу продолжать. Это плохая история. Пожалуйста, не сделайте меня. Ты должен. Если это закончится, ты должен мне сказать. Я знаю, что это пингфор. Но это единственный способ. Мы сможем жить в этом месте. Всегда. Пусть. Короче. Похоже. И Хейджера столкнули. Точнее, один из них. Зачем, господи? Обычные дети, зачем это делать-то было? Что бы тебе значить больше, чем ничего, Нанси? Письмо. От моего папа. Ты знаешь это. Можешь мне отправить письмо? Я ждала письмо за несколько лет. Много, чем лет. Угу, где мои письма надо найти? Я уверен, что ты будешь снова с твоим папой? О миссис' истории. Он был прекрасный историк. Всего ночи, без успеха, читал нам историю о нашей принцессе, драгонах и уничтоженных кранах. Подождите, Тимми. Я скоро вернусь. А потом все закончится? Да, я верю, что так. Я пропустил мне рекорд. Может, я получу некоторые новые. В новом месте. Ты никогда не знаешь, да, мистер? Нет, это очень верно. Странные вещи могут происходить. Я вернусь. Мне интересно, как она включает пластинки? Или этот граммофон тоже призрачный? Слушайте, знаете, у меня есть идея одна. Если я правильно помню, что нам делать сейчас. Хочу попробовать. Да давай уж идея. Помните, там же был вот этот вот крест, монолит. Может быть... сделать вот так. То есть скопировать. Нет? Никак? Питафию скопировать, мне кажется, можно как-то. Вроде нет. А что делать тогда? Я даже не знаю. Нам, может, что-нибудь сделать. О, кстати, мы же наверх не поднимались. Подзорная труба? Опачки. Отец? Отец? Отец или Эйджер? Нет, вряд ли Эйджер слишком светлая одежда. Видите, обычная какая-то. Скорее-то, видите, в шляпке. Скорее-то, отец погибший, да? На войне. Стоит еще. Может быть... Может быть... Может быть, он нашел своих детей там в призрачном мире, вот точно так же выжил на войне все-таки и как-то дошел до сюда. Понял, что они здесь и пришел к ним. Давайте еще раз. Вот почему меня потянуло так к этому кресту. Потому что вроде в памяти сохранилось то, что к нему нужно сходить. Но вот только после, видимо, этого момента. Странно. Вот вроде Май, а он как-то так... Тепло одет. Жилетки-то такие, они теплые достаточно. Вон там что-то изменилось, да? Мне кажется. Дорогие мои Нейнси Тимми, я так скучал по вам, пока меня не было. А война все тянулась, тянулась, тянулась. Я думала о вас каждый день, каждый час, каждую минуту. Мне очень жаль, что меня так долго не было с вами. Простите меня за это. Я знаю, как вам было одиноко, но теперь все изменится. Скоро мы увидимся. Спите крепко, мои ненаглядные. Я уже близко, и совсем скоро мы будем вместе. Ничто не разлучить, но же снова. Снова. Мои дорогие дети, я так сильно скучал по вам. Так сильно, так сильно. Короче говоря, похоже, они умерли вот здесь. И он выжил, приехал сюда и понял то, что они умерли. И, возможно, убился. Самоубийством покончил жизнь, что-нибудь сделал. Спите крепко, видите, вот это. Печально очень, на самом деле. Вот в этой игре с этими призраками столько грустных историй узнаешь. Ой, не туда пошла. Ладно. Хорошо, хорошо. Так, давай нанеси. Господи, как долго к тебе идти? Сейчас она покинет это место, я так понимаю, вместе со своим братом. Мы освободим нанеси. А куда она делась? Круто. Круто. Опа. Так. Все. Орган пошел, да? Угу. Куда она не сиделась? Почему мы не можем письмо ей оставить, это отдать? А, наверное, за Тимми пошла, да? Я верно понимаю. Подождите, орган не работает. Нам нужно, по-моему, что-то сделать. Как? Как? Да я знаю, что это бред. Может, лоручкой? Ладно, давайте мы в башне не все вроде сделали. Потому что там что-то куда-то можно залить что-то. Или вот здесь они тусуются? А, вон она. Ага. Все, мы сейчас их освободим. Ура. Я уж перепугалась, думаю, куда они пропали. Ой. Я уже взяла письмо у меня. Даже голос. Встал другой. Встал другой. Встал. Встал другой. Встал. 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 Ну вот и все, в общем-то. Мне кажется, что вы уже увидите и нанси. Она тоже пошла? Да, это была трагическая история. Они всегда есть, парень. Они всегда есть. Где ты думаешь, они идут? Больше места, чем здесь. Это точно. Ну, хорошо. Давайте сходим, может быть, в этот домик. Может быть, там что-то завалялось? Что нам поможет? Например, бензинчик. Еще что-нибудь. Угу. Где-где-где-где? Не вижу. А. Всегда на этих книжках встречаются иджеры. Так, горячее. Больше ничего? Нет. Ну-ка, ну-ка. Натани Лейджер. Мы всегда, когда находим такие книжки, у нас сразу какие-то проблемы. Очнись, мой господин, проснись. Заводит трубы, вздрогнет твердь. Вся церковь старая зайдется ходуном. Строится музыка, и жалкие поют. Орган извергает ноты. Горд я ими. Но что это? Я слышу смех и шепот. Из смертных кто-то не поет. Предликом госп... Господина моего. Я их сражу. Я поражу тела их. И в тишине могил затихнуть крики. А жизни утекут потоки алым. Потоком алым. Короче, блин. Такую песню написал на своем долбаном органе. И еще она популярностью пользовалась. Кошмар. Рейджеры. Черт бы их побрал. Бешеные. Больные люди, точнее. Как-то я читать разучилась вообще. Несколько дней не читала. Почти не играла. У меня уже серии были записаны. А, ой, не туда пришла. Нам же нужно горючее влить. Видимо, нам именно это и нужно было сделать. Прежде чем вертеть вот наш вентиль. Ладно, сейчас заведем органа. У нас будет музыкальная загадка. Ха-ха-ха. Я промучаюсь с ней до конца серии. Если не получится... Поймите меня правильно. Я, наверное, почитаю. Чтобы просто не задерживать ни себя, ни вас. Так. Так-то где? Че, неправильно ли это? Отлично. Прикольно такой звук. Какой-то я не знаю. А кнопочка вторая для чего? Чтоб распалить. Паровая машина, смотрите-ка, оказывается. Хотя, учитывая, что здесь бензин, нифига на метровая получить. А там пар. Там вот вода. Короче, странно. Я не понимаю, что это за приспособление. Ладно, может, еще что-нибудь внизу? Звуки что-то оттуда нехорошие. Че, козел на-то не лейджер-то там? Ну тебе нахрен. О, сейчас другой какой-то звук. Подожди-ка. Ни хрена не понимаю, что делать надо. Подожди-ка. Угу. Подожди. Угу. Ничего не понимаю. Ладно. Ладно. Давайте потом. Я не хочу сейчас эту дверь открывать, потому что там, по-моему, дух Натаниэля Эйджера. И как-то меня не тянет туда идти. К тому же у нас на повестке не орган. Не хочу. Я представляю, как я сейчас буду мучиться, потому что я помню эту загадку. Она реально очень такая нехилая. Нехилая. А. Давай. Ага. Все, ура. Крути. Прелесть. Орган заработал. Ой, ну все, начнется сейчас геморрой. Так. С этой кнопки у нас начинается все, да? Так, где мои пометочки были? ТВ. То есть вы понимаете, да? Слушайте, дайте-ка я кое-что попробую. Нет, не она. Ну-ка, давай. Нет. Смотри. Блин, я даже не знаю. Хора болтать, да? Включай сразу запись. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА дожди ну-ка подожди раз-два-три даже раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь 7 нот в общем-то хорошо ладно сейчас я попробую а это не 4 или раз-два-три-четыре это вот это я нажала да а 4 а попробуем так а вот это по-моему у нас f может быть она была 5 дожди-ка а вот это кстати по моему у нас последнее будет я прям даже не знаю а я же забыла уже вот эти еще есть верхние ядрит колотите да 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 вот теперь уже что-то похожее вырисовывается ну-ка подожди-ка вот этот по моему четвертая df f с палочками короче что только еще раз выходит в оканчу а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Я сейчас ничего не буду говорить, я просто думаю и у меня вообще глаза закрыты, я слушаю, поэтому я надеюсь, вы меня поймете. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что-то как-то не... Ну что-то как-то... 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 Ну что-то... Ага... Ну что-то... Это у нас что, F? Как я люблю загадки с музыкой, а? Как-то так было. А, да, что-то есть. Что-то такое. Вот это вроде похоже. Ну-ка, подожди. Хм. Тоже такое, тоже такое. Хм. Ну-ка, подожди. Хм. Надо где-то запоклякать это... дело. Подожди. Не, это похоже либо на третью, либо на четвертую. Ну-ка, подожди. Ну-ка, подожди. Ну-ка, подожди. Ну-ка. Ладно. Сейчас попробуем как-нибудь чисто вот... По-моему, вот это, да? У меня хоть и даже... Что-то хорень какая-то получается. Не то, я даже слышу, что не то. Ой, не то нажала, по-моему. Короче говоря, давайте мы на этом серию прекратим. Я просто хочу очень сама решить. И я сразу предупреждаю, вся следующая серия... Она будет именно вот про это. Так что, как бы... Я просто, если я сделаю это... Я хочу это заснять. Если у меня следующая серия не получится, вы ее не увидите. Точнее, если я там не победю. Вы ее не увидите. Вы увидите сразу ту серию, где я, скорее всего, посчитаю прохождение. И пройду, потому что, ну это же ужас. Я помню, у меня вот самый первый раз, когда я играла в эту игру, у меня там вроде как все получилось. У меня просто одна нота была неправильная. Но я долго сидела, я реально долго сидела. Поэтому, не знаю, я сейчас за кадром еще чуть-чуть потыкаю, чтобы как-то прислушаться получше. Я в следующей серии буду уже пробовать основательно. В общем, я надеюсь, вам эта серия понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. С вами была Севин. Всего хорошего, удачи и пока-пока.